Я сейчас с Дашей, и как я обещал, мы сейчас будем начинать это видео с grocery, то есть мы будем сейчас делать покупки в нашем любимом месте. Мы вам сейчас покажем точно, где мы их покупаем, и плюс-минус, сколько оно стоит, чтобы вы видели, сколько оно все стоит, независимо от статистики. Сейчас вам Даша еще чуть больше расскажет о разных ценах. Да, добро пожаловать, ребята, меня зовут Даша, и, как Ярослав сказал, мы хотим вам сегодня показать, сколько мы тратим денег на продукты. Мы два человека, живем в однокомнатной квартире в центре Эдмонтона, и сколько мы тратим в месяц на продукты, учитывая наш образ жизни, наши привычки и то, что мы любим. В среднем, я почитала сегодня статистику, в среднем семья в Эдмонтоне тратит 280 долларов в месяц, семья из двух человек, на продукты. Семья из трех человек, учитывая одного ребенка, где-то в 300, 90, 400 долларов. И семья из четырех с двумя детьми тратит в среднем, по статистике, около 600 долларов в месяц. Так ли это? Само собой, это среднестатистическая цифра, но мы сегодня проверим, сколько тратим мы как пара, и мы пойдем пешком сегодня в магазин, и по дороге расскажем вам. Потому что магазин, в который мы идем, его можно прямо вот с нашего окна видеть, это, где у меня палец, это вот этот, это вот, как он называется, Лаблас, это не самый дешевый магазин, они везде по Канаде, они считаются не самые дорогие, но здесь, как интересно, с этого окна можно видеть, что если этот магазин находится здесь, а так же самое же напротив, пешком можно дойти, там есть другой магазин, который называется Safeway, если я не ошибаюсь. Он чуть-чуть подешевле, и мы вам покажем вот по-настоящему, насколько разные эти цены, и так же самое же по дороге, пройдемся по улице, чтобы вы видели, на что он выглядит, так что сейчас вот на улицу пойдем. Окей, так что вот мы сейчас идем в магазин, мы идем пешком, потому что сейчас такое редкое opportunity, что можно пешком идти, очень хорошо сейчас на улице, хорошая такая погода, когда вы сюда приедете зимой, вы увидите, что здесь все совсем по-другому, зимой вам, конечно, будет нужна машина, зимой здесь как бы пешком не походишь, здесь будет спокойно, легко, минус 30 на улице, и машина вам будет нужна. Когда я живу в Монреале, там даже было еще больше снега, ну, почти такая разница, в Монреале снег чистят всегда, там тратят очень много денег, каждый день зимой, на почистку снега, и, в общем, очень легко перемещаться, как только у вас машина выезжает с Угроба, все хорошо, можно дальше ехать, а здесь, наоборот, здесь снег никто не чистит, так что вы можете спокойно сесть в машину, поехать и застрять прямо по пути, прямо посередине улицы. Я часто видел, когда вот такие вот легковые машины, они просто застряют, и им как бы они didn't care, потому что у всех здесь арменные пикапы, четырехприводные вот такие вот траки, они на них ездят, так что вот такая вот она большая разница между Альбертой и остальной Канадой. Да, как Ярослав сказал, сегодня чудесный, теплый осенний день, поэтому обычно люди, даже если это пять минут от твоего дома, люди все ездят за рулем, все на машине, и это просто вещь первой необходимости, потому что тащить потом сумки никто не хочет по плохой погоде, но сегодня так замечательно на улице, поэтому мы взяли наши recyclable bags, и мы идем пешочком, и наслаждаемся погодой, и пытаемся поделиться с вами нашим опытом сегодня. Вот, погода чудесная, и вы знаете, в Канаде на самом деле никто не обращает внимания на то, как ты одет, когда особенно ты идешь в магазин за кофе, даже поучиться вечером где-то в кафе, никто не будет смотреть, ты можешь одеть штаны от пижамы, любую толстовку, и это нормально. Мы сегодня чуть-чуть принарядились, потому что мы снимаем, и потому что так хорошо на улице, душа поет и хочется красиво нарядиться, это вот наше такое советское воспитание. Но в целом обычно я, например, хожу в магазин без макияжа, в спортивных штанах, кроссовках, и мне вообще все равно, и в принципе никто на самом деле ничего здесь и не думает. Это нормально, берем recyclable сумки и тащим их сами. Это до такой степени нормально, что одна такая большая разница здесь по сравнению с Европой, это в том, что даже вот большие бизнесмены, то есть вот люди, у которых там компаний, скажем, у них там, ну в моей индустрии у них там 50 грузовиков, 100 грузовиков, они миллионы зарабатывают каждый день, сейчас вот улицу перейдем, они хорошие деньги зарабатывают, это не важно, не важно, это там нефтяная индустрия или там еще где-то, они всегда одеты, как попало. Вы в жизни не узнаете, кто из них миллионер, кто из них владелец, владелец бизнеса, чем они занимаются, здесь это понять нельзя, так что как-то нужно тоже аккуратно с дискриминацией с этими людьми, как бы в жизни не узнаете, кто они будут в грязи, ну там покрыты какими-то жидкостями, так что. Мы дошли до нашего любимого места, я снимала вам это Оливер-экшенж-плейс здание, мы здесь снимали одно из наших видео с Ярославом с драками, я снимала видео, где рассказывала, что это одно из моих самых любимых кофеен, потому что оно совсем недалеко, и сейчас мы идем купить кофе и покажем, сколько стоит же кофе все-таки здесь. Пойдемте. Очень красивое здание, с этим бронзилем здесь, ликоли, и вот наше любимое кофейное прямо здесь. Мы обычно покупаем капучино с Ярославом, и в среднем оно здесь стоит 3 доллара 75 центов, плюс 5 процентов налоги, вот вы считаете. Всегда, когда что-то покупаешь, еще у тебя спрашивают о том, чтобы оставить чаевые, и очень легко можно заплатить карточкой, просто нажав на машину. мы сейчас дальше идем, вот мы купили наше кофе за 3,75 капучино, и вот у нас вот эти велосипеды стоят, то есть как эти скутеры Lime. Напишите в комментариях, если у вас такие в ваших городах тоже есть. Мы их впервых пробовали в Америке, когда мы ехали через Salt Lake City, были в Сен-Диего, еще где-то мы были, и мы впервых вот такие вот велосипеды. То есть эти скутеры вы видели, это просто amazing. Вы телефоном до них отправитесь, платите доллар, и столько много фан, они электрические, их можно взять не важно где, не важно где сбросить. Так что мы с Дашей на них так катались, так что очень рекомендую. Пока мы просто идем, просто хочу вам показать машины, которые вокруг нас находятся. Просто чтобы вы видели, большинство машин в Канаде у всех достаточно такие модерные. У нас тут много японских машин, корейских, американских, вот такие вот постарей встречаются. И в общем нормальные, в общем нормальные машины у людей. Здесь очень легко купить машину, огромный выбор машин. Я вам потом, когда мы домой уже придем, вам покажу поконкретнее за цены за машину, ну очень рекомендую, если вы сюда приезжаете, вам машина наверняка будет нужна. Здесь достаточно легко получить кредит на машины, можно в некоторых случаях даже получить line of credit, то есть спокойно купить и выплатить там даже за год, чтобы не переплачивать за интерес. Я вам потом дальше покажу за цены машин, но просто такая рекомендация, когда вы сначала приезжаете, покупайте что-то хорошее, которое fulfill ваши нужды. Как вы говорите? Да, заполнит ваши необходимости. Да, то есть покупайте то, что вам нужно, а не то, что вам хочется, честно говоря, тем более если с деньгами как-то не хватает на роскошь, потому что многие из нас часто сюда приезжают и сразу покупают всякие там бумеры, всякие мерседесы, всякое такое. Да, не спешите. Не спешите. Покупайте сначала то, что вам будет удобно, так как у вас insurance будет очень много забирать денег, так как вы только всего лишь новый водитель, и вам придется много платить, если у вас дорогая новая машина. Вам это невыгодно поначалу, потом вы уже когда здесь обживетесь, начнете хорошо зарабатывать, тогда уже дерзайте покупать хорошую дорогую машину, если это ваше желание. Пока, когда вы приезжаете только сюда, не спешите с такими большими покупками, потому что вы никогда не знаете, как ваша жизнь будет здесь обрастать. Поэтому такой небольшой совет от нас. Да, и в идеале японские или корейские машины, они очень надежные, японские чуть-чуть всегда будут дороже, чем американские поддержанные машины, но они намного-много надежнее, очень хорошо их рекомендую, проблем не будет. И по поводу дорогих машин, нет смысла, когда я начал быть онероператором, начал зарабатывать колоссальные деньги, я купил рейнджеробер, не потому что хотел, а просто так получилось, я попал в аварию, меня разбили машину полностью, потом за это расскажу, если кому-то интересно, и просто по полному совпадению получилось, что в тот же самый же день кто-то выставлял рейнджеробер, я его купил, была шикарная цена, он был поддержанный, было недорого купить, ну, было очень дорого его иметь, потому что оно все ненадежное, а время как бы не было самим ремонтировать, и не до этого, так что с этим не связывайтесь, когда слишком дорогое, ненадежное, не надо, и слишком дешевое, тоже не рекомендую в это погружаться, когда мы жили в Монреале, как бы денег было мало, и у меня папа всегда покупал старые, старые, самые такие замученные машины, долларов там уже за 200, потому что в Америке можно купить полноценную машину за 200 долларов, не рекомендую, потому что все остальное время он всегда проводил в Канаде, в всяких магазинах, он там покупал запчасти, сам ремонтировал до бесконечности, много времени уходило на такие вот ненужные вещи, но я вам сейчас вот после покупок мы вам покажем, сколько эти машины здесь стоят. Вот, мы уже почти дошли, вот здесь вот наш магазинчик любимый, нам недалеко идти, минут 10-15, но я хочу вкратце вам объяснить, почему мы пойдем выбирать те продукты, которые мы пойдем выбирать, или те вещи, которые мы будем смотреть. Мы с Серославом живем достаточно активной жизнью, мы оба работаем на полноценке, и рабочий день, мы учимся, мы занимаемся спортом, встречаемся с друзьями, пытаемся снимать наши видео, предлагать YouTube, поэтому у нас достаточно очень активный образ жизни, и нас готовить, заниматься готовкой особо времени нет, но покупать продукты и кушать постоянно фастфуд у нас тоже желания нету, мы стараемся кушать в домашнюю еду в будние дни, и уже по выходным или вечерам выходить, пытаемся подбираться, кушать, поэтому в среднем мы готовим воскресенье на всю неделю, с понедельника по пятницу, ланч и завтраки у нас премейт, заранее приготовленные, и уже по вечерам мы кушаем ужин, смотря, что мы приготовим, что у нас есть в холодильнике, и как у нас получается со временем, поэтому закупаем мы сразу, как бы, на всю неделю, все одновременно. Идем? на улице осень, и уже все желтенькое, все начинает опадать, хотя еще только всего лишь середина сентября, но начало сентября, сентябрь, обычно вот такая вот чудесная погода, плюс 16 на улице, солнышко, все начинает желтеть, уже вокруг все желтенькие цветочки, очень красиво, но, к сожалению, это длится совсем недолго, скоро мы будем ездить на машинах по снегу. Мы идем покупать вкусняшку на неделю, и обратите внимание, здесь цены, они либо на беленьком, это обычная цена, либо есть желтенькие цены, которые указывают то, что они на скидке, поэтому всегда вы можете найти какие-то продукты либо по полной цене, если они вам очень нужны, либо, если вы хотите сэкономить, вы можете обращать внимание на желтенькие цены и смотреть, что вам подешало. В принципе, продукты хорошие, свежие, никогда здесь такого плохого и испорченного нету, то, что он у нас скидки, это очень даже хорошо. Одна такая вещь, которая мне нравится в канадских магазинах, я знаю, в некоторых городках я был, не знаю, если у вас так, это дайте мне знать. Как вы видите, за мной у них есть такая вот целая секция, где у них есть свежая еда, которую можно прийти, набрать и покушать. Она всегда сделана продуктами, которыми они отсюда вожи покупают, они здесь их готовят. У нас часто суши есть, всякая там чикенка, всякая такая курица, всякие продукты, всегда очень хорошо можно покушать. И так же самое же, как вы видите, вот здесь у них есть вот такие вот свежие всякие соки, такие, которые они сразу же выдавливают. Так вот вам цены в канадских долларах вот на что этот сок выглядит. Я вам скажу, что даже для нас это считается, ну, дорого, роскошь, вот такие свежие соки покупать. Ну, по крайней мере, это такая специфика магазина Lab Lab. Вот этот магазин, в котором мы находимся для канадских мерок, это считается круто. Вот эти магазины Lab Lab серия именно, они часто дорогие. В них всегда самые лучшие продукты есть. И самое важное в том, что исторически в Монреале, допустим, такой магазин есть. Так он вообще-то находится, оно находится в старой Train Station. Train? Train? Фивоварня. Фивоварня? Нет, train. Форс. Станции для поездов. В Монреале есть старая станция для поездов, и они в ней построили вот такой вот Lab Lab магазин. В Антарио есть еще очень такой красивый Lab Lab, они его построили внутри порт. Порт. В порту построили такой красивый магазин, так что они всегда находятся в самых эксклюзивных интересных местах. Что мы обычно покупаем? Обычно мы готовим на неделю онлайн, что-то у нас какое-нибудь мясо, это у нас гарнир, например, картошечка или рис, или гвечечка наши любимые, и овощи. Поэтому сегодня на завтрак я обычно покупаю бананы, йогурт, какие-нибудь мюсли, но так как все бананы все очень зеленые, мы берем сегодня с Ярославом органик бананы, и они будут вам дороже. Доллар двадцать девять это за паунд, паунд это полкилограмма, поэтому берем навес, бананы здесь навес. Потом возьмем на этой неделе брокколи, и я буду готовить рис с овощами, брокколи и курочкой. пакет шпината стоит 8 долларов 7,99, но он уже нарезанный, поэтому мне ничего с ним не надо будет делать. Я могу купить брокколи, который большой, сама порезать его дома, но так как время деньги, поэтому мы выбираем уже немножечко готовое. Шпинат, у нас еще есть огурчики, какие-то основные. всякая такая органика, это у нас, я не знаю, расскажите, если в Европе так же самое же есть, или в вашей стране, потому что у нас это уже до болезней доходит, это все органика, такой маркетинг по этому поводу идет. У нас здесь в Канаде каждый второй говорит, что у него он глутен интолерент, то есть он не может глутен переводить, или дэри не может обрабатывать, то есть молочные продукты у нас здесь. Вот так популярно все какие-то там болезни такие имеют, тем более молодежь. Даш, скажи, что правда. Правда, мне кажется, это достаточно распространенная теперь новинка, что все глутен-фри, веган, вегитарен, это здорово, что люди здоровы в образ жизни, но мне кажется, все-таки все должно быть немножечко в меру. Но мы всегда смотрим, на какие-то продукты мы выбираем органики, какие-то продукты мы знаем, например, бананы, их никто не обрабатывает, поэтому, хотя, если я не права, дайте мне знать. и в жизни не слышал за вот такие термины, как organic, или как gluten-free, или как dairy-free, весьма разум, у нас там не было, у нас была просто еда, мы ее кушали, все было all right, у нас было всегда едино, на базары такие красивые были, всегда еду продавали, и никаких проблем не было ни у кого с питанием. А здесь, в Канаде, конечно, вот такие проблемы есть, но это проблемы, которые они сами создают в жизни, что-то хорошо, а маркетологи уже не знают, ну, что еще можно придумать, вот они вот придумали, это вот этот вот у нас креветки, цена 2 за 22 на вот эти вот все эти креветки, и вот 1.99 за вот этот соус какой-то, сейчас мы вам покажем курицу, просто чтобы вы видели цену чикен, так, вот у нас всякая рыбка, и вот у нас цены на вот эти все рыбки, это за килограмм и за 100 грамм внизу, а вот посмотрите, что мы нашли, вот тут у них здесь целый октапуз, в этом магазине круглогодично можно купить вот этого зверя, так что такое, мы никогда не пробовали, я когда-то кушал октапуза всяких суши-ресторанах, там в Антарии, где-то в Торонто, но так здесь никогда не пробовал, а вот у нас цены на вот такие рыбки, они очень популярны, здесь рыба, говядина, чикен, вот там вот еще где-то есть, это вот очень такие хороший выбор, потому что у нас лайфстайл в Северной Америке, такой, что мы много работаем, работаем, иногда работаю даже с собой домой берем и нам это помогает сэкономить время, то есть это нам дает value. Попятина, вот у них разные цены за паунд, надеюсь, оно вам дает хорошую идею, что ожидать, когда вы сюда приедете, вот, это свинка, вот цена на свинку такая вот у них, говядина за 10 долларов, мы обычно покупаем разное мясо, например, мы кушаем либо рыбку, либо курочку, курочку с косточкой, ляжки, все, что там к ней прилагается, красное мясо я лично не кушаю, поэтому в обед мы стараемся кушать более такое легкое мясо, Ярослав уже сам где-то себе под вечером, иногда, или раз в неделю, может покушать красное мясо, он уже привык, поэтому вот, например, бедрышки стоят 10 долларов, их здесь 8 штучек, мне пришлось купить две, потому что это будет наш ланч на неделю, я посыплю их сыром и будет очень вкусно. Сыр на самом деле в Канаде достаточно дорогой и не самый лучший, к сожалению, можно ездить в голландский магазин, покупать там, можно ездить в итальянский магазин, покупать там, но, опять же, у нас не особо много времени, если я покупаю сыр, я покупаю его сразу, все вместе, раз в неделю, он уже есть, весь, видите, его уже... Потерли, да, блин, его уже весь потерли, и мне будет удобнее купить уже потертый, чем самой стоять полчаса и его там натирать дома. Причина, почему у нас сыр такой дорогой и невкусный и не может конкурировать с европейскими сырами, связано с законами по поводу молока. У нас обязано молоко так обрабатывать и перерабатывать, что в первых что происходит, это стоит деньги, вот эти все процедуры, которые проходят с молоком, все антибиотики, которые тыки вот в этих животных и все, что делается с молоком, это стоит деньги, вот эти все процедуры сделать, и, конечно, вкусовые качества становятся намного хуже, то есть у нас сыр даровой и невкусный, ну, я как бы говорю невкусный, он нормальный, ну, по сравнению с тем, что есть в Европе, конечно, здесь конкуренции нет. А вот цена на простые яйца, 3 доллара, по сравнению с, сколько тут у нас органик, долларов 6, 59, так что, вот такие вот у нас вещи, с молоком то же самое, видите, у нас есть молоко без лактозы, то есть лактоз фри, как всегда, мы болезни всякие придумываем, у нас молоко вот есть 18%, 35, 10, 3,5 и 1%, что у нас здесь только нету, органическое молоко у нас есть, как всегда, а вот у нас самое такое ординарное молоко вот на 2%, вот это то, что мы чаще всего берем, вот у нас цена на 2% молока вот этого вот. Так вот, чтобы суммировать, мы сегодня потратили 65 долларов на все, что мы сегодня купили, но в среднем мы с Ярославом тратим где-то 80-100 долларов на неделю, плюс-минус, это учитывая то, что у нас уже дома есть рис, есть картошечка, поэтому на эту неделю нам не пришлось на это тратить деньги, но в принципе этот магазин не самый дешевый, но почему мы покупаем здесь, потому что у меня есть карточка, на которую я могу собирать поинты и на эти поинты, например, за год я собираю где-то 300 поинтов и эти 300 поинтов я могу использовать на то, чтобы покупать дорогую косметику или тратить их на стиральные порошки, мыло, все в таком духе, поэтому в принципе нам выгодно, удобно, прямо возле дома и вот сегодня мы налегке пойдем домой и не потратили слишком много денег. Конечно, нам придется что-то докупить, в течение недели, но это будут уже мелочи, плюс-минус может быть 20-40 долларов. В общем, итог, что в неделю мы тратим около 100 долларов на двоих, это не учитывая того, что мы иногда покупаем кофе где-то в ресторане. Так вот, подытожим, ребята, где-то в среднем на двоих не самых экономных людей выходит 100 долларов на неделю, и это не учитывая всякие вкусняшки дополнительные, которые мы можем покупать среди недели. Но иногда времени нету, поэтому шоколадом мы не объедаемся. Вот, так что сегодня чудесный день, мы походили, подвигались, потратили не слишком много денег и показали вам частичку нашего дня воскресенья в Пэтмонтане. И вот, в общем, одна из последних тем, что мы хотим обсудить в этом видео, это цены на машины. Здесь у нас очень популярный сайт Kijiji, я оставлю линк на этот веб-сайт внизу в описании этого видео. И, в общем, в General, вот эти машины, которые я в этом списке сейчас покажу, это все машины, которые максимум им 10 лет, в 150 тысяч километров или меньше, и меньше, чем 5000 долларов. Просто для начала, если вы приезжаете, это такие нормальные цены. Вот эти вот Dodge Caliber, их очень много на рынке, они не самые лучшие, не самые худшие машины, но у них, как вы видите, 2500 долларов, это у них часто такие хорошие цены на них. Вот корейская машина, как вы видите, тоже мало километров, но она уже вот намного дороже. Hyundai Sonata, маленький километраж на них, вот еще одна корейская машина, мини-баны, ничего плохого за них, я бы не могу сказать, 3600, а если у вас чуть-чуть дольше времени искать, это можно найти, может быть, машина даже еще получше. Вот Kia Optima, такая большая, большой такой седан достаточно, 4200, у него 100 тысяч километров на нем, то что, как бы неплохо. Вот еще Dodge Journey, с американскими машинами, конечно, лучше не связываться, Dodge Journey, именно вот это, у них такие, они часто проблематичные. Вот еще одна Kia, как вы видите, корейские машины по-своему дороже, чем американские машины. Заново, это машины, у которых 150 тысяч километров и меньше, если искать километры побольше, ну, с ними всякие другие проблемы. Вот, Dodge Pontiac, G5, 2300 долларов, они, в общем, нормальные машины, как вы видите, вот еще один Dodge Caliber, 1800, то есть, можно здесь купить машину и не нужно покупать машину за, там, 300 долларов, в которых жизни уже давно не остается, можно спокойно, легко купить вот такую вот корейскую машину или даже миниван за недорого. Конечно, это цены в Альберте, когда я жил в Монреале, там машины были намного дешевле, у меня была куча интересных машин за 1000 долларов, которые были в идеальном состоянии, было там по 15 лет, я их часто покупал за городом, у пенсионеров, которые уходили на retirement и спокойно можно было купить эти машины и на них ездить. Сейчас посмотрим за жилье, окей, вот сейчас мы смотрим за жилье, часто здесь можно, конечно, снять комнату, то есть, если вы сам сюда приехали, вам нужно просто где-то жить, потому что вы будете потом водителем грузовика или вы просто будете работать за городом, можно всегда вот взять комнату в Форен, вы с кем-то будете жить, но зато у вас уже сразу есть кровать, мебель, washer, туалет, душ, все остальное. Конечно, я понимаю, это не для всех, так что сейчас мы посмотрим всякие цены на жилье, так что, как вы видите, очень много однокомнатных, таких квартир, когда вы заёте просто комнату с 300 долларов до 450 и дальше, а сейчас мы посмотрим за целое жилье, когда оно полностью ваше. Вот, например, one bedroom apartment, то есть вы ни с кем не живёте, оно всё ваше, и вот оно долларов 700 в месяц стоит. Очень важно смотреть за эти 700 долларов, включены ли электричество, тёплая вода, газ, и зависит от как оно будет. Здесь подогрев может быть на пропане, когда газ и тёплый воздух дует, или через электрик. У нас здесь редко водой обогревают квартиры, здесь, допустим, например, электрический подогрев. И вот на шоу-то оно плюс-минус себе выглядит. У вас кухня, односпальня, туалет, всё такое очень простое. Конечно, цена, как везде, будет зависеть от размера того, что вы получаете и от квартала, где оно будет находиться, потому что всякие кварталы по-разному бывают. Здесь очень часто сдают ещё basement, очень легко найти. Вот ещё такая вещь вот bachelor apartment for rent, это когда в нём даже комнаты нету, это просто одно такое большое пространство, у вас туалет, кухня, но у вас как бы нету комнаты в нём. Это такой же тоже такой вариант. И вот, как я говорил, basement. Basement это как бы подвал называется, в них часто такие полуокна, как вы видите вот там полуоконки такие, но он выглядит нормально на этих фотографиях. Заново, когда вы уже лично с вами пойдёте посмотреть и увидите, на что оно лично выглядит, это уже может быть совсем другое дело. В общем, вот разные такие варианты есть. если вам нужно жильё уже побольше, чтобы было там две комнаты, три комнаты, да, конечно, без проблем всё можно найти, просто уже за другие деньги, конечно. всем большое спасибо за ваше внимание, надеюсь, эта информация была вам полезна, я понимаю, что вкусы и приоритеты у всех разные, но оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал Даши, подписывайтесь на канал Ярослава, и мы будем стараться сделать для вас ещё более интересные новые видео. Спасибо. Спасибо большое, до следующего. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok